Вопрос-ответ. Встреча с населением в таком формате – уже добрая традиция. Регулярно руководство района проводит диалог с населением, отвечая на волнующие жителей вопросы и обсуждая насущные проблемы. В этот раз разговор между властью и населением выстраивали в Щелкове, в театрально-концертном центре Щелковский театр, бывшем ДК «Славия». Основной мотив нашей встречи – это то, что мы приходим сюда вас услышать. Услышать. Услышать то, что у вас наболело. То, что вам важно. То, что для нас нужно включить в план нашей работы для того, чтобы эту боль снять. Хотелось бы сегодня конструктивный диалог выстроить на ваших вопросах с тем, чтобы потом те планы, которые будут сформированы благодаря вашим вопросам, были выполнены. Подобное общение с населением лежит в основе одного из принципов губернатора региона – открытая власть. Многие из присутствующих стремились задать вопросы. Круг тем, обсуждаемых на встрече, самый широкий. От локальных – старая детская площадка, до более глобальных – строительство школы в Солнечном. Однако, основные темы тревожащие жителей – это жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство дворовых территорий. Так, жители дома 17 на улице Пушкина жаловались на то, что после осадков во дворе застаивается вода. Как дождение начинается? У нас от первого до третьего подъезда, как сева, что вы сейчас там не проехать, не пройти. Воды под коленкой. Вот смотрим на месте, примерно набросаем схемку, каким образом поверхностные воды отвезти. Где устроить объект локальный, ну понятно. 50 влажен. Расселение ветхого и аварийного жилья – еще одна затронутая на встрече тема. Задать самый главный для себя вопрос – когда, ждать долгожданного переселения, пришли жители Соболевки. Вот нам надо конкретно знать, когда нас переселят. Ваш там микрорайон ждет вообще революция в течение пяти лет. У вас там и парк будет, и дорога будет, и дома все снесем. Я думаю, что конец 17-го года, первый квартал 18-го года. А вот жителям дома 16-А в Первом Советском переулке, казалось, жаловаться не на что, ведь живут они в новостройке. Однако в доме, сданном в 2014 году, в процессе эксплуатации уже обнаружился ряд недостатков. В этом году зимой потекла крыша, провалилась отмостка. И, наверное, вы уже, если вспомните, нерабочая вентиляция в доме. Последние три этажа у нас идет обратная тяга. С застройщиком контакт есть, они не отказываются, но настолько все это медленно тянется, я просто боюсь, что гарантийный срок у нас истекает в феврале. У вас услышали, спасибо за трудный контроль. С проблемными вопросами приходили не только жители Щелково. Так, несколько дней отсутствует водоснабжение в ряде домов в селе Анискино. Хозяин участка номер 5 вырезал кусок водопровода на своей территории, тем самым лишив всех жителей возможности получать воду. Я разберусь обязательно и восстановлю водоснабжение. Кроме того, на встрече были затронуты вопросы, связанные с организацией автобусных маршрутов, демонтажом так называемых ракушек, строительством парковочных мест и другие. По общему признанию, мероприятие прошло эффективно. Такое общение необходимо всем сторонам диалога. Были заданы, скажем так, около 30 вопросов и оперативно получены ответы. Не просто ответы, которые будут уже подтверждены практикой. Это прямой контакт с представителями власти, и я думаю, что где-то что-то на местах не решается, но после встреч таких ожидаешь каких-то хороших перемен. Я довольна. Вопросы решаются быстрее, чем вот так писать туда-сюда бумажки. Дарья Соснегова, Михаил Черепанов, сельрадиокомпания «Щелково».